Баскский язык. Тот самый, единственный, неповторимый и ни для кого вокруг непонятный. На нем говорят около 800 тысяч человек, то есть одна третья часть всех басков, живущих в основном на севере Испании и на юго-западе Франции. Во Франции это три исторические области. Лапурди, Нижняя Наварра и Суберуа. И там у баскского нет никакого официального статуса, потому что это Франция. Тут балом правит лишь французский, а региональным языкам надеяться особо не на что. С испанской же стороны все во много раз радужнее. Есть собственно страна басков, состоящая из провинций Алого Беская и Гипускуа. И Наварра, где баскский тоже вполне себя официальный, хоть и не везде. Все-таки на юге Наварра людей, владеющих баскским, практически нет. В итоге получается семь исторических областей распространения одного из самых странных языков современной Европы. В чем же странность? Странность в том, что среди современных языков у него нет никаких родственников. Прям совсем никаких. Точно-точно. В 20 веке ученые пытались найти баскскому родню, и с особенным гостеприимством его встретили на Кавказе. Ведь там есть абхазо-адыгские, нахско-дагестанские и картвельские языки, с внешними родственными связями которых тоже до сих пор почти ничего не ясно. Уже ближе к концу века возникла гипотеза о родстве баскского и армянского. Хотя, казалось бы, армянский уже считается индоевропейским. Но сторонники этой гипотезы считают индоевропейские характеристики армянского следствием влияния соседних иранских языков. А еще они часто вспоминают баскского историка и писателя Эстебана Дагарибая, который жил аж в 16 веке, и еще тогда заметил, что баскский топоним Аралар очень сильно похож на слово Арарат. Сейчас ни одна из этих гипотез не воспринимается всерьез научным сообществом, и причин тому немало. Да, у баскского и некоторых языков Кавказа есть грамматические сходства, вроде, например, наличия эрогативных конструкций. О том, что это за зверь такой, мы еще поговорим чуть позже. Но это тоже не может быть доказательством наличия родственной связи, так как грамматика с течением времени вполне может претерпеть значительные изменения. Чтобы убедиться в этом, просто посмотрите на латынь и запоставьте это тем, что вы видите сейчас в каком-нибудь французском. Кстати, те же эрогативные конструкции встречаются даже в индоевропейских языках, вроде курманджи, он же севернокурдский, или хиндустани, вариантами которого являются хинди и урду. Ну и еще один момент, который особенно актуален для баскско-армянской гипотезы, да и вообще, как ультразвуковая сушилка для обуви, полезен в хозяйстве. Допустим, вы заметили, что какое-то слово в одном языке похоже на какое-то слово в другом языке, не только по звучанию, но и по смыслу. И у вас таких слов накопился целый список. Нет, спис, нет, списище. Доказывает ли такое списище родство двух языков? Нет. Во-первых, изменение всех звуков в языке, даже гласных, происходит не абы как, а по определенным законам, распространяющимся на все слова языка. И если где-то что-то пошло не так и закон не сработал, то этому всегда есть объяснение. Отличный пример — это знаменитый прославянский ядь. Можно очень четко увидеть, во что он превратился в каждом из славянских языков во всех общеславянских словах. А исключением из этих правил можно дать объяснение. Во-вторых, такое списище не учитывает историю языка. То, что сейчас произносится как ш, могло раньше произноситься как к, а некоторые звуки вообще могли исчезнуть по дороге. Тут снова горячий привет французскому. В-третьих, нельзя игнорировать заимствование, ибо баскское слово, которое похоже на армянское по звучанию и смыслу, на самом деле может оказаться заимствованием из латыни. И в-четвертых, рядом с этим списищем надо разместить перечень четких критериев, по которым вы определяете степень сходства смысла и звучания слов, и выносите решение относительно того, стоит ли включать ту или иную пару слов в этот список, ибо без четких критериев туда можно загнать вообще все, что угодно. Скажем, есть слова «коса» и «касса», которые мне кажутся звучащими весьма похожи. И я могу предположить, что между ними есть смысловая связь, ведь есть же сочетание «косить лавэ», а это, по моим скромным личным ощущениям, уже очень близко по смыслу к «кассе». И вы можете мне сказать, «Энциклопа, ну ты гласный, ты не игнорируй. Да, у нас сейчас демократия, глобализация и акония, но ведь слово «коса» пишется через «о», значит, раньше там был звук «о». Хорошо, сдаюсь, в русском языке эти слова родственными не являются. Но зато в белорусском... Все-таки вернемся к баскскому языку, у которого мы пока не нашли живых родственников. Но, может, с мертвыми нам повезет больше, а мертвыми у нас занимается что? История. Итак, есть две основные гипотезы. Первое, что баски прибыли туда, где они живут сейчас, лишь где-то в 5-6 веке нашей эры, вытеснив с этих земель кельтское население, а до этого они жили на западе современной Франции, в Аквитании. И, скорее всего, аквитанский язык, вымерший в раннем Средневековье, был предком современного баскского языка. По второй гипотезе, баски тут были и раньше, и вообще они родственны Ибером, жившим на берегу Средиземного моря, то есть там, где сейчас все поделено между китайскими туристами и обыкновенными жителями Каталонии, которые просто хотят себе немного независимости. Между иберским и баскским действительно есть некоторые сходства. Например, у них похожие числительные. Но это не обязательно означает именно родство языков. Предки басков могли заимствовать числительные из иберского языка, так же, как и многие жители Восточной Азии заимствовали числительные из китайского. Другое совпадение – это отсутствие звука «м» в протобаскском и иберском. И вот это уже весьма необычно. Но это все очень древняя древность. А в менее далекой древности, то есть в 16 веке, баски были участниками очень далеких морских походов. Это же был век великих географических открытий, и баски помогали великим мореплавателям того времени в открытии и освоении новых земель. Но дело было не только в этом. Баски еще и активно занимались китобойным промыслом, и делали они это не только у себя на родине, но и в самых разных частях Атлантического океана. В Северной Америке они вступили в контакт с коренным населением острова Ньюфаундленд, и благодаря этому появился баскско-алгонкинский смешанный язык. Кстати, именно из алгонкинских языков, а многие европейские языки попали такие слова, как «вигвам» и «макосины». С Исландией было еще веселее, потому что там были контакты еще и со многими промышлявшими в тех местах англичанами и французами. Так появился так называемый баскско-исландский пиджин, хотя это название немного сбивает с толку, ибо в этом языке было не так много исландских слов, но вот зато испанских, французских и английских слов там было весьма заметное количество. Например, фраза «что ты мне даешь» на современном баскском звучит как «сэр имангудей досу», а на баскско-исландском пиджине это было «сэр ю пресента фор ми», а это уже вроде бы понятней. У басков было все вполне неплохо вплоть до конца 18 века, а вот потом их ближайшие соседи пришли к выводу, что как-то многовато у басков автономии. Первыми об этом подумали французы, которые после начала своей Великой Французской революции поменяли административно-территориальное деление своей страны, в результате чего французские баски оказались в одном департаменте с гасконцами без какой-либо автономии вообще. В 1969 году этот департамент стал называться не «Нижние Пиренеи», а «Атлантические Пиренеи», ну и с тех времен больше толком ничего не изменилось. В Испании все оказалось сложнее и дольше. После королевских войн 19 века сначала Навара в 1841 году, а потом Гипускова, Беская и Алова в 1876 лишились политических привилегий, теперь они стали обычными испанскими провинциями. А уже в самом конце 19 века страна басков превратилась в мощный индустриальный центр, и туда начали прибывать рабочие со всей Испанией. Именно тогда появились первые баскские националистические организации. Совсем все плохо стало во время и после Гражданской войны в Испании. 26 апреля 1937 года самолеты немецкого легиона «Кондор», поддерживавшего Франсиска Франко, сбросили бомбы на баскский город Герника. Этот город занимает очень важное место в баскской культуре и истории, ведь именно там растет дерево Герники, под которым с давних времен проходили народные собрания и давали присягу представителям баскской власти. Франко одержал победу в войне. Беская и Гипускова были объявлены провинциями-предателями. Ну и понятно, что публичное использование баскского языка во времена диктатуры Франко вообще никак не поощрялось. Но во второй половине 20 века дела у басков все-таки пошли в гору, причем и в языковом плане тоже. Важным шагом стало создание языкового стандарта в 1968 году. Носителем разных диалектов стало гораздо легче понять друг друга. Кстати, области распространения диалектов неплохо коррелируются с средневековым феодальным разделением баскских территорий, и этот факт часто приводится в качестве доказательства гипотезы позднего заселения басками этих земель. После окончания диктатуры Франко у басков наконец-то все стало хорошо. Вся Испания была поделена на автономное сообщество, уровень самостоятельности басков стал невероятно высоким, да и в экономическом плане все теперь замечательно. Но радикальные националистические движения не сразу сообразили, что все уже нормально и можно заканчивать с терактами. Естественно, речь идет о движении Эускадита Аскатасуна, сокращенно Эта, которое убийствами и похищениями еще очень долго не давало покоя властям и жителям Испании. И все-таки в 2011 году Эускадита Аскатасуна объявила об окончательном прекращении огня. Теперь в Бельбао все спокойно. Фонетика и орфография. С гласными все очень легко и понятно. Их пять, они звучат как АА и ИОУ, никаких сюрпризов. С гласными все сложнее. Эта буква в басковском языке обозначает звук Ш, КАЙШО. И тут же стоит упомянуть двухбуквенное сочетание, которое читается как Ч, ЭТЕ. А далее есть вот эти две буквы, которые обозначают очень похожие, но все же разные звуки. Вы замечали, что испанцы иногда произносят звук С немного не так, как мы привыкли, как будто он становится больше похож на Ш, ЭШПАНЯ. Чисто технически кончик языка тут поднимается к основанию верхних зубов. Баски различают вот такой Ш и более привычный нам С. Причем если первый звук иногда по звучанию похож на Ш, ЭШКЕРРИКАШКО, то второй звук иногда будто бы стремится превратиться в межзубной С, СЕРМУДУС. Это делает баски еще более похожим на испанский по звучанию. И это не говоря уже об отсутствии звука В, тут даже соответствующую букву убрали. Различие между Р и Р, как в словах СУРИ и ГОРИ, и тенденции произносить Д как межзубной Д. А еще тут есть звуки НИ и ЛИ, и для их обозначения можно либо воспользоваться испанскими методами, либо поставить букву И перед буквой Н или ЭЛЬ, как в словах БАЙНЯ и МИЛЯ. Ну а самой странной буквой баскского алфавита можно назвать вот эту букву, потому что невозможно дать однозначный ответ на вопрос, как она произносится. Вы помните карту баскских диалектов? Вот тут она как раз вам может пригодиться. Ну ладно, это все были цветочки. Дальше у нас ГРАМАТИКА. У существительного можно обозначить определенность и число. Так, МЕНДИ, какая-то гора, превращается в МЕНДИЯ, это уже вполне определенная гора. Ну и можно сделать из этого МЕНДИЯК, это будут горы. И все то же самое относится к прилагательным. А когда перед вами сочетание существительного и прилагательного, все эти показатели появляются лишь однажды, в самом конце словосочетания. Например, название одной баскской музыкальной группы произносится как НЕГУ ГОРРЯК, и переводится как КРАСНЫЕ ЗИМЫ. НЕГУ – это ЗИМА, никаких показателей определенности числа, зато они есть у прилагательного ГОРРИ, который обозначает КРАСНЫЙ. Еще в баскском довольно много падежей, но они милые, нежные и приятные, бояться их не надо. Например, ИРИ – это ГОРОД. Добавим определенности, будет ИРИА. Ну а дальше просто склоняем. ИРИАН в ГОРОДЕ, ИРИРА в ГОРОД, ИРИТИК из ГОРОДА. И единственный потенциально страшный падеж – ирогативный, просто потому что принцип его работы сложно описать в двух словах. Поэтому и говорят про ирогативность вообще, как некую характеристику языка. Она уже упоминалась в этом видео, когда мы говорили о сравнении с языками Кавказа, где ирогативность тоже часто встречается. Итак, суть в том, что надо просто обращать внимание на то, какой перед вами глагол – переходный или непереходный. Возьмем две фразы. ПАПА ПРИШЕЛ, И ПАПА УВИДЕЛ ВОЛКА. В русском в обоих случаях субъект, то есть ПАПА, будет в именительном падеже, а объект при переходном глаголе, то есть ВОЛК, будет в винительном падеже. В баскском же будет так. ПАПА в первом предложении и ВОЛК во втором предложении будут в одном и том же падеже, который называется абсолютным. А ПАПА во втором предложении будет в ирогативном падеже. То есть получается, что ирогативный падеж используется только при переходном глаголе и только для обозначения субъекта действия. И пора уже взглянуть на глаголы, потому что большинство из них выглядит весьма странно Как будто у них две части Одна стоит по стойке смирно, как солдат почетного караула А вторую колбасит во все стороны Это действительно так В баскском очень много глаголов, вроде глагола икуси Который самостоятельно спрягается не очень активно Так что рядом с ним надо поставить вспомогательный глагол Который выполнит всю основную работу Но зато как спрягаются эти вспомогательные глаголы Оооо, это ж вообще Дело в том, что в форме баскского глагола можно зафиксировать Лицо, число, а иногда еще и пол Аж для трех участников действия Начнем с простого Я покупаю газету Если мы поменяем число покупаемых объектов В форме глагола тоже произойдут изменения Я покупаю газеты Сейчас мы поменяли характеристику объекта А теперь поменяем субъект Вместо я, пусть будет вы Вы покупаете газеты И у нас уже указано, кто покупает, что покупает А теперь мы еще скажем, кому покупает И это тоже запишется в форму глагола Вы покупаете мне газеты Как видите, в баскской фразе даже ни одного местоимения нет А, собственно, зачем они тут нужны, если по форме глагола и так все понятно Лексика Сначала поговорим о словах из других языков, оставшихся в баскском Тут довольно много заимствований из латыни Правда, они уже успели довольно сильно измениться Например, флорам превратилось в лоры, а келлам превратилось в гела Что же касается заимствований из баскского в другие языки То тут, на первый взгляд, не так уж и много слов, которые можно отметить Даже в испанском слов баскского происхождения довольно мало Разве что бросается в глаза слово иткерду, которое приводится как левый Но зато вещи, на которых написаны баскские фамилии Носят люди в самых разных уголках нашей планеты У кого-то на спине Арриса Балага У кого-то на сумке Балинсиага Так что баскский язык на самом деле гораздо ближе, чем кажется Учите баскский Эускара и Каш Эсасуи